Берингия 2024 финишировала в Усть-Камчатский. Этому событию предшествовал финальный аккорд протяженностью 425 километров. И это был один из самых красивых отрезков всей гонки. Большая его часть проходила вдоль прибрежной полосы Берингового моря. Изначально именно за эти этапы волновались организаторы. Отсутствие снега на скалистых отрогах могло удлинить гонку на несколько десятков километров. Но все обошлось. Последняя трехнедельная пурга сделала все-таки свое дело. Несла свои коррективы, подкидала снежку. Будем надеяться, что и дальше все-таки поможет нам зимушка-зима с весной вместе. Зима, то что подкидала снежку, снежку нам подбавила. А весна, что утрамбовалась, снежок. Погода шикарная, все довольны, все бегут. Сегодня спросил Каеров, как трасса, они говорят, шикарная трасса. Менять заранее спланированную систему на последних этапах никому не хотелось. Как люди, так и собаки находились под стрессом усталости. Поэтому любая мелочь могла необратимо изменить весь турнирный расклад. Прежде всего переживали, конечно же, за четвероногих. От каких-то неожиданных ситуаций никто не застрахован. И поэтому говорить о том, что сегодняшняя раскладка лидеров уже 100% придет к финишу, мы не можем с вами и не сможем это сделать до конца, вплоть до финиша в Усть-Камчатске. Поэтому как пройдут, как подготовлены собаки, настолько они и пройдут. Все собаки, которые сейчас участвуют в гонке, оставшиеся, они максимально готовы. Сейчас остались самые-самые из самых. Вот. Ну, у нас есть одна упряжка. Чтобы не сглазить, Анна Смашкина, она не сняла ни одной собаки. И показывает достаточно высокую скорость. Беринге-2024 проходила в упорной и бескомпромиссной борьбе. Каюры и их подопечные все силы оставили на сложнейшей снежно-ледяной трассе, выложившись на 100%. Седьмое место занял многоопытный Андрей Николаевич Причин. Ощущение, короче, прекрасное. Нормально. Трасса хорошая. В этом году как-то летают все, смотришь, вроде бы едешь нормально. Ну, как, все это гоняют, обгоняют, летят. Не знаю даже, почему и как. Строчкой выше расположился дебютант Мария Семашкина. Она немного уступила своей сестре Анне Семашкиной. Андрей и Анастасия Семашкины в этот раз финишировали, соответственно, на третьем и четвертом местах. Классные ощущения. Конечно, непросто, очень было непросто, но мы справились. Мы победили свои эмоции, страхи, трассы эти. Так что, ощущения хорошие очень. Сложно, но здорово. Было непросто, но мне понравилось. Ну, очень рад за дочерей, что они дошли. Все, классно. Тяжело, нелегко. Ну, я рада, что мы здесь сегодня на финише. Вторым стал Николай Николаевич Левковский. Ну, а победу праздновал Алексей Попов. Тем самым, он повторил свое достижение, установленное в далеком 2005 году. Я почему-то до того, как мы финишируем, думал, что я буду волноваться, какой-то будет всплеск эмоций и все такое. Я, наоборот, сейчас настолько спокоен, что даже как-то просто вот, не знаю, вот просто спокоен и все. И ничего даже в голову не идет. Вот и заканчивается Беринге 2024. Вы, наверное, обратили внимание, что все каюры, с которыми я только что беседовал, люди немногословные. Они больше делают, чем говорят. А все эмоции оставляют на трассе, а не перед камерой. Интересно, вот один из тех людей, с которыми я только что разговаривал, перед стартом заключительного этапа подошел каждый из собак, обнял ее, поцеловал, а потом поклонился упряжке. Трогает, если честно, до глубины души. Вот такая вот она, Беринге, которая идет вперед.